Около 200 водителей с начала года обратились в Магнитогорскую лабораторию нефтепродуктов. Автолюбители недовольны качеством бензина и дизельного топлива, ведь от этого зависит исправность всех систем машины. Как бензин выводят на чистую воду, теперь знает и наш корреспондент. Химия для Гульнасбой Назаровой родная стихия. Сколько серы в бензине, а это я для двигателя, она может определить за 10 минут. Молодой специалист всего пару недель назад получила диплом МГТУ и сразу поспешила применить знания на практике. Я по специальности коксохимик и лаборатория нефтепродуктов сейчас является очень перспективной, очень интересной. Мне очень тут коллектив понравился, обстановка хорошая и чистота тут, не вредно так. Не вредно, потому что оборудование, что называется, на высоте. То, что оно необходимо и лаборатория дело нужное, доказала сама жизнь. Причем практически сразу после открытия комплекса. Тогда на вызовы не выехало более десятка машин скорой помощи. Экспертиза показала, дело в плохом горючем. Только вот если раньше на то, чтобы узнать всю правду, уходили часы, то сейчас минуты. Так, например, инженеры определяют октановое число бензина. Эти установки являются единственным в регионе, который позволяет определить наиболее точность. Сущность, как бы, само установка составляет, это двигатель стандартных автомобилей, как бы сказать, только с изменяемой степенью сжатия, в котором заложена сущность определения метода. А это еще одна гордость коллектива, недавнее приобретение. Умная техника сама определит смазывающие способности дизельного топлива. Все просчитает, еще и распечатает. Кстати, дизельное топливо, наряду с дорогостоящими марками бензина, все чаще приходится выводить на чистую воду. Заправляют ими, как правило, иномарки. А в случае поломки автомобиля с поставщика можно и спросить по закону. Был такой случай. Мужчина заправился на заправке 98-м бензином, а ей 98-м. Как показала экспертиза, то есть он выехал с заправки, не проехал метров, ну метров, может быть, 100 проехал, у него машина просто встала. Как показала экспертиза бензина, оказалось место 98-го, оказался бензин 80-й. Таких случаев инженеры лаборатории, которой исполнилось сегодня 10 лет, могут вспомнить немало. Впрочем, о достижениях в научной деятельности тоже есть что сказать. За последние годы 10 выпускников защитили дипломные работы по итогам исследований, проведенных здесь же. Так что работа у коллектива всегда найдется. Ольга Беличенко, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск.